Всем привет с вами канал Артмания. Иду сейчас с утра по улице. Время сейчас 8 утра. Начало восьмого. Прохожу по скверу Урицкого или Крымского еще называются. Здесь стоял раньше дом заброшенный долгое-долгое время. Какие-то там были офисы в нем. Потом он горел, бомжи были. Сейчас его снесли. Снесли. Осталась беседка. Все это смотрится. Деревья. Ну что-то наверное срубили пару деревьев. Еще мы с вами летом обязательно сюда придем и его посмотрим. Ба, да ты еще жуешь? Ну давай чуть-чуть совсем. Купила я ямочка зеленая. Сейчас покажу. Я уже разрезала вот эти вот бескожицы Диме, а те мои. И тут вы видите. Я буду делать обзор. На фиг прайс два мешка у меня получилось. И сейчас покажу, что я купила в Атрадном. Тебе тоже интересно? Я купила лампочки. Эра были по 120. Здесь 15 ватт. Это для стола для обзоров. Как раз мне надо 15 ватт. Это для люстры. У меня люстру. А я, кстати, да, не говорю. Мне повесили люстру. Сейчас я ее покажу. Вот. А, вот эти вот. Они по 80, по-моему, маленькие. Это, кстати, бренд Включай. Очень хороший. Мне очень нравится. Предыдущие такие вот лампочки для стола. Они вот именно у меня Включай были. Целый год проработали. Не каждый день, конечно, я включала. Но если включала, то на несколько часов. Бывало и по 10 часов они у меня работали. Даже не год, а побольше года. Одна еще у меня нормальная, а другая... Так. Купила вот такую. Она около... Тоже около 80 рублей. Она недорого была. Не знаю, почему 11 ватт. Но, я думаю, 11 ватт тоже подойдет. Так. Ее я на проб взяла одну. Мне сказали, что она хорошая. Так. Это салфеточка, я обещала вам показать, которую я взяла из кафешки. Мне очень понравилась. Хотела ее рот вытереть, но я не смогла. Она очень красивая, приятно мне смотреть. Вот. Немножко помялась, но я ее, наверное, сложу к своим салфеточкам в свою коллекцию. Не буду потом любоваться. Сейчас мы сюда перейдем. Каждый раз, когда приезжаю в Отрадную, я всегда в Отрадную покупаю вот такие вот вкусняшки. Это у нас сушеная помыла. Здесь за килограмм 480. Не знаю, хочу в Самаре у себя посмотреть. Может, даже найду подешевле. Я находила в другом месте. Такая вот пачка здесь стоит 48 рублей. Но они, видите, хорошо тем, что они не только вот кожурка, есть и мякоть. А в другом месте, я видела, дороже. Там только кожурка, мякоть этой нет. Да, что там, что ты хочешь? Вот они вот такие хорошие. Тут вообще прям шикарные. Они жесткие, но их вот откусываешь половинку, сосешь во рту, очень вкусно. Мне очень нравится. Ты тоже хочешь? Вот еще маленький. Вот они. Взяла 3 пачки. И взяла вот попробовать дыню. Там много всяких продается. Дыни по 47. Дыни что? Да, дыни сушеные. Не знаю, попробуем, как они на вкус. Такие они красивые очень выглядят. Вообще, я очень люблю сушеные бананы. Ну, что ты? Что ты, зайка? Что ты, зайка? Ты хочешь поиграть с ними? Нет, ты мне сейчас что-то все порвешь. Да? Разбросаешь мне сейчас по полу все помыло. Вот, кто знает, я в скором времени планирую садиться на диету. Про диету, наверное, я расскажу отдельно в влоге. Или посмотрим, как это будет. Это будет после обзоров фех прайс. Потому что там очень много вкусняшек. Вот, я вам для вас их сделаю. И потом не знаю, как дальше будем. Потому что буду на диете сидеть. Да, мне шурчик. И здесь, кстати, у меня стоят холсты. Это тоже, кстати, я их покупала в прайсе. Где-то их покупала, наверное, в прошлом году, позапрошлом. Такие вот красивые. Не знаю, сколько они стоили. Либо 77, либо 99. Вот даже не знаю, честно говоря. Муж принес от мамы. Я их буду грунтовать. Да. Грунтовать. Я их покупала для этого. Здесь хоть рисунок. Я все это загрунтую. Потому что у меня грунтовка уже подсыхает. Ее нужно скорее использовать. Вот. Чтобы потом... Ну, я в принципе их покупала для того, чтобы загрунтовать. И потом просто рисовать как на холсте. не тот рисунок там по картинке. А именно вот... Давай, доставай, доставай. Вот. Ну, грунтовать мы будем вместе с вами. Наверное. Я покажу, как я это делаю. Может быть, даже отдельно запишу. Да. Ой-ой, все с этими розовыми фламингами. Ой, да все даже. Вот. На нее, кстати, я, по-моему, на них обзор делала. Это не делала, сделаю. Вот. А, ну, нет. Вообще-то, наверное, нет. Не делаю я обзор. Открытый здесь нет. А, ну, как раз я, наверное, сделаю обзор на нее заодно. Потому что у меня есть на другой я делала. На этот я не делала, значит. Не знаю, что там у нас внутри. Вот здесь написано кисточка. Кстати, кисточки довольно хорошие. Тюбики. Очень удобно в таких тюбиках. Я люблю. Здесь... А, где-то они складываются. Вот. Эй, эй. Ты чего у меня? Паук открывать полез? И там в самом конце у меня лежит она очень тяжелая. Лежит Библия детская. Что-то мне еще недавно захотелось почитать Библию. Не знаю, почему она мне прям вот. Явно захотелось. Ее, кстати, подарила мне бабушка. Ну, видите, вот тут... Не-не-не, Дима, не трогай Библию. Не-не-не. Вот тут немножко, видите, листочек. С ней приключилась история. Когда мне ее везла моя бабушка по папиной линии. Она везла ее вместе с трехлитровой бутылкой меда. И каким-то образом этот мед просто упал и разлился. И эта книжка была вся в меду. Вот. Но она привезла. Мы ее там отмыли как-то, наверное. Сейчас уже не помню, как это все было. Она сказала, когда-нибудь ты захочешь почитать Библию, ее возьмешь, начнешь читать и будешь вспоминать меня. Вот. И все это время я вот сколько думаю о Библии и думаю, какой хороший все-таки был подарок. Ну, не знаю, может быть, не для всех. Вот. В какой-то момент мне захотелось наконец-таки почитать Библию. Здесь картинки вон какие. Здесь просто вот идет рассказ и картинка. И, конечно, я сразу вспоминаю бабулю. Очень приятно. Хороший подарок. Тогда в детстве я не оценила особо. Ну, картинки, картинки. Что-то там попыталась, мне не понравилось. Ну, в принципе, я в детстве особо не любила читать. Я полюбила читать попозже. Гораздо позже. Да. Да. Стой, ты будешь кататься на ней, как на ледянке? Да. Вот. Читать я полюбила. Первая моя книжка была психология. И потом понеслось. Это было где-то 22 года мне было. И только потом начала уже читать по психологии книги. Потом по медицине. Правильно говоришь, скажи, мама. Аж чихнул. По медицине. И все. Тогда у меня уже полетели книги. И за неделю у меня где-то такая же книга побольше немножко улетала. Сейчас, конечно, уже некогда. Но я хочу начать вот читать. Да. Ну, мне надо и читать хочу, и рисовать хочу вместе с вами. И все никак, никак. Так. Давай, давай, разбирай. 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 Вот такая вот люстра у меня. Желтенькая. Красивенькая. Красивенькая. Что это здесь? Кто это здесь? Что мама принесла, Дима? А мама вот что принесла. Яблоко, тыква, морковь. Так. Морковь и манго. Хотела банан сказать. Да. Это что, Дима? Что с этим делается? Музыка у соседей. Открывается, да? Давай, откроем ее. Ты радуешься. Ты танцуешь. Открыла мама. Какая она оранженькая. Ой, тыква, тыква попадает сейчас. Да? Оранженькая. Запахло прям тыквой. Сомневаюсь, что там будет манго. Давай сам. Ручка, бери сам. Ты же уже взрослая у меня. Это сегодня праздник живота, да? Уже яблоко было у нас зеленое. Яблоко мы покупали у нас два. Яблоко получилось на 31 рубль. Потом покажу яблоко. Давай. Яблочко он погрыз сегодня. На самом деле мне все время страшно. Здесь вот такие вот штучки есть. Мне так и кажется, что он сейчас зубами там залезет и застрянет. Какой Дима с ерошиной. Мама Диме кудри делает. Какие кудри мама Диме сделала, да? Дима. Димочка. Какие кудри мама тебе сделала, да? Какие кудри? Показываешь свои кудри. Какие кудри. У Димы уже волосы отросли. Можно стричься уже, скажи, да? Да. Большой Дима. Какой Дима большой? Покажи. Какой Дима большой? Покажи. Тик-так. Тик-так. Часы. Правильно. Молодец. Покажи. Покажи. Покажи свои кудряшки. Повернись. Повернись. Ну, 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 ну. Покажи кудри. Ой, какие кудряшки мама тебе сделала. Зайка. Кружись. Ой, ты. Ой, какой он красивый. Какой красивый. Все, хватит. Молодец. Молодец, зайчонок. Все, все, все. Ну, давай. Опа. Привет. 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 Привет, мальчик. И сегодня я ходила уже с утра сдавать кровь. Поскольку после больницы мне нужно было сдать кровь там на... Не помню на что, не скажу. Ходила я сегодня еще в Магнит. Я думала, что пойду в Магнит в эту старую полузаброшенную поликлинику. Но нет. Оказалось, что гораздо ближе к дому. Там такая обстановочка очень в 90-х, 80-х годах. Я фотографии сделаю. Потом вам в конце ролика где-нибудь отправлю, положу. Вот. Прикольно. Так все напоминает такие 80-е годы. И даже сидела с Магнитом. Такая там музыка играла. Как раз старенькая. Такие песни я вообще в первый раз слышу. Никогда не слышала. Вот. Очень так понравилась. Такая обстановочка домашняя. Очень сильно устала. Домой с трудом доползла оттуда. Хотя там идти, наверное, километров 5. Где-то так. Не знаю. Даже не мерила. Но очень устала. Так. На ужин у нас вермишелька. Здесь вот. Тот горошек. Я у него только что делала обзор. Не знаю, как он там, когда выйдет. Сейчас мы его положим с краюшку. Здесь у меня чайник стоит. Сделается с чаем. Еще лежа в больнице. Я очень сильно захотела зеленый чай. Вот. Наверное, видно. Вот так вот купали чай. Такой-то там. А, зеленый дракон. Зеленый. Прям такой крупный листовой чай. Зеленый. Так. Байховый. Китайский. Листовой. Да. Крупный. Чай. Оказалось, что у мамы он есть. Мне не придется покупать. Вот. И сейчас я его заварю. Очень хочу. Крепкий. Прям такой зеленый чай. Он заваривается. Вот тут у меня. Я накрыла двумя полотенцами. Потому что, оказывается, если накрываешь полотенцем, то он получается более вкусный. Вот. И здесь у меня чайничек немножко другой. Сейчас чуть-чуть покажу. Вот он. Обыкновенный самый. До этого я постоянно делала в прозрачных. У меня никак не получался вкус. Оказывается, надо накрывать. Нужно, чтобы чайничек был толстенький. То есть, толстые стенки. И накрывать. Да. Здесь у меня верюшую стоять. Мы у Махвы делали. Здесь порции мужа. Сейчас мы ее будем кушать. Еще... Ну ладно, он уже закончился. Соус у такой сырный. Очень понравился. Очень вкусный. Вот он такой желтенький. У нас их два. Муж, видать, по акции что ли покупал. Не знаю. Вот здесь половинка. Вот она. От Рико. Вот сейчас мы будем кушать. Не удержалась. Решила показать. Вот такой чай получился. Но он еще немножко у меня там остался. Еще он постоит. Я потом налью его. И это у меня разбавленный холодной водой. Так как я все пью и кушаю и пью и ем. Короче, я все только тепленькое. Горячее вообще не ем. Только тепленькое. Даже такое прохладное. Вот. И еще хотелось сказать. Кто-то у меня спрашивал, что у вас происходит на кухне. У нас на кухне ремонт. У нас ремонт на кухне. Мы ждем кухонный гарнитур, если вы забыли. Вот он должен уже приехать, наверное, на следующей неделе. Вот плита вот эта. За ней должны приехать завтра. Ее забрать. Надеюсь, что ее заберут. Вот эту вот трубу я буду красить. Вот она у нас идет. Тут уже в принципе у нас все довольно покрашено. А трубу вот покрасили уже. Мама приходила. Вот тут тоже. Ну, вот так вот. Пока что так живем. Приедет кухонный гарнитур, конечно, все это просто уберется. И будет гениально, красиво, будет шикарно. Вот, поэтому ждем, терпим. Я вам стараюсь этот угол не показывать. Да, как бы он не такой красивый, но я его не показываю. Вернемся к нашим баранам. Ладно, я уже до этого с вами попрощалась. Отрежу этот кусочек. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Artmania. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok